Субтитры создавал DimaTorzok Кризис быстрее всего косил гостиницы, предприятия общественного питания, строительство, но и производственную сферу он тоже не миновал. В числе неудачников минувшего года в Эстонии, ставших жертвами банкротств, две трети фирм с прибылью меньше полумиллиона евро, то есть фирм небольших. А вот тем, кто побогаче, повезло больше. Лучше всего прошли через драмы и даже трагедии рынка, предприятия, прибыль которых превышала 10 миллионов евро. Должно можно сказать, что ушли из рынка эти предприятия, которые имели слабую бизнес-модель. Так что сейчас очень много очень хороших предприятий, и они остались на рынке. Но те предприятия, которые приняли на себя большие риски, либо не инвестировали достаточно, они ушли из рынка. В минувшем году в числе более чем шести сотен юридических лиц, признанных банкротами, было лишь шесть некоммерческих организаций. К их числу относят и квартирные товарищества. Хотя в 2010 и в 2011 году самые большие задолженности были у квартирных товариществ. По теплу, горячей воде, в среднем, например, в феврале прошлого года, они доходили до 14 тысяч евро. В то время как годом раньше эта сумма была намного меньше – 3700. Теперь, в свете проекта внесения квартирных товариществ в число организаций, относительно которых тоже возможно банкротство, на такие большие цифры, жителям домов нужно обращать самое серьезное внимание. Впрочем, объявить банкротом многоквартирный дом, даже имея соответствующий закон, будет крайне сомнительно. Это кажется маловероятно, поскольку все-таки в юридическом плане один дом – это много людей, и все они имеют свою собственную квартиру там. Если в товариществе в целом будет банкротство, это все-таки маловероятно. Что люди чувствуют, это то, что если в товариществе живет много людей, и большая доля из них имеют долги, то выключается там отопление или воду, или типа такого. Но чтобы будет банкротство, это все-таки маловероятно. Подведены и первые банкротные итоги уже этого года. За январь и февраль банкротство было объявлено в 102 предприятиях. Но это все-таки меньше, чем за то же время в прошлом году. Так что тенденция к сокращению банкротства, значит, восстановлению экономики, сохраняется. Эстония наряду с Латвией и Румынией сейчас в лидерах по уменьшению обанкротившихся предприятий. Однако не секрет, что это связано во многом с падением производства. Ведь все, кто уже мог, обанкротились. Главным мыльным пузырем было строительство. Но лопнувший пузырь уже не так легко надуть. Люди и банки стали осторожнее. Александр Сахаров, Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий. Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok